Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала «Экзегет». Сегодня мы продолжаем чтение книги «Судей Израилевых». У нас сегодня 17-я глава, мы читаем ее в переводе российского библейского общества. Эта глава начинает новый эпизод из жизни израильского народа, вот в этот довольно страшный период судей, до того, как было установлено царство в Израиле. И в этот период творилось очень много дел, противоречащих установлением Бога, установлением Ветхого Завета, установлением того закона Моисеева, по которому должен был бы жить Израиль. И вот поскольку люди забывали Бога, отходили от заповедей Божьих, то и очень много бед и скорбей народ переживал. И вот последний эпизод книги «Судей» начинает вот новую такую скорбную историю. Итак, книга «Судей», 17-я глава, в переводе российского библейского общества. «Был один человек, Михей, с гор Ефрема». «Михей», но дальше он уже сокращенно называется чаще всего, как «Миха» в тексте священного писания. Так вот, этот человек сказал своей матери, «Когда у тебя пропали 1100 шекелей серебра, ты произнесла проклятие. Я сам это слышу. Но серебро у меня, это я взял его». То есть, в семье этого Михея пропала огромная сумма, 1100 шекелей серебра. Это та же сумма, какую предлагали вожди филистимлин, долили, чтобы она выплатила у Самсона его тайну. Это колоссальные совершенно деньги. Раб, как известно, из археологических находок, из тех документов того времени, которые найдены учеными, стоимость раба была 30 шекелей, 1100 шекелей серебра. То есть, это целая деревня крепостных, можно так сказать. И вот у этой женщины пропали. Она, конечно, не поскупилась на проклятие, вероятно, в адрес того, кто взял эти деньги. И вот сын ее, Михей, говорит, «Это я взял эти деньги». Они у меня, да, я слышал, что ты проклинала того, кто взял эти деньги, но это был я. И мать сказала, «Да благословит Господь моего сына». Как бы взяла назад она все свои проклятия, все свои слова и, наоборот, благословила. Но раз из дома не ушло, раз это ты, то благословит тебя Господь. Тем более, что, честно, ребенок признался. «Сын вернул ей 1100 шекелей серебра». Все деньги, которые он взял, вот эти колоссальные суммы, он вернул обратно. И она сказала, «Я посвящаю это серебро Господу за моего сына. Пусть из этого серебра сделают из вояния литую статую». Вот уже даже из этих слов мы видим, что, с одной стороны, да, было стремление почтить Бога, даже такую вот огромную сумму денег, эта женщина решила потратить не на что-нибудь, а именно на дела богопочитания. Но это богопочитание было не совершенно точно соответствовало заповедям Божьим. Ведь в законе Моисееве запрещено было любые изображения делать. Чуть позже мы увидим, что и в Соломоновом храме были изображения, которые там были сделаны по непосредственному повелению Божию. Но это было, скорее, исключение из правила. А правилом был запрет на какие-либо священные изображения. Не сотвори себе кумира ни из того, что на небе, ни из того, что на земле, ни из того, что в воде. Не поклоняйся им и не служи им. И вот, ну, не кумира, потому что это не идол, но вот какое-то священное изображение, которое категорически запрещено было делать, решило сделать женщина за эти деньги, за это серебро. Значит, пусть сделает извияние, литую статую. Я возвращаю тебе серебро. Ну, может быть, несколько слов пропущено. В изначальном тексте очевидно, что это реплика Михи, Михея. Вот он, сын, взявший серебро, здесь он его возвращает. Я возвращаю тебе серебро. И он вернул серебро матери. Она отдала 200 шекелей сервероплавильщику, и тот сделал извияние, литую статую. С тех пор это извияние, извияние стояло в доме Михея. То есть вот это свое намерение она воплотила в жизнь. Действительно, эту статую сделали. И сделали что-то вроде святилища. Такого вот особенно почитаемого молитвенного места прямо непосредственно в доме у Михея. Это такая вот самодеятельность. Самодеятельность. И нельзя сказать, что эта самодеятельность точно соответствует закону Божию. Так, у этого человека, у Михи, появилось свое святилище. Сделав эфот и терафима, он посвятил в священнике одного из своих сыновей. В ту пору у Израиля не было царя, и каждый делал, что хотел, добавляет автор книги. Почему он так добавляет? Да потому что опять ерунда какая-то. Священником по Моисееву закону может быть только потомок Левия, Левит. Только Левит может быть посвящен в Ветхозаветное священство. Не просто Левит, не любой Левит, а только прямой потомок Аарона. Если помните, у Моисея был брат Аарон, сам Моисей был косноязычен, Аарон как бы работал таким переводчиком того, что говорил Моисей. Моисей заикался, у него была плохая дикция. А вот Аарон понимал своего брата и для всего народа озвучивал то, что говорил Моисей. И Аарон стал первым священником, когда на горе Синай Господь среди прочих установлений повелел Моисею соорудить скинию. И вот было установлено Ветхозаветное священство, которое должно было служить в этой скинии. То вот было оговорено, что Аарон делается первым священником, а его потомки будут служить священниками в дальнейшем для израильского народа. А вот этот Михей, мало того, что свой собственный храм сделал у себя дома без всякого как бы богословения, без всякой санкции свыше, никакого откровения, тут не говорится, что Бог ему повелел или у кого-то он благословился. Нет, вот захотелось ему, его матери, ему. Вот они сделали святилище, сделали там изображения какие-то, которых нельзя было сделать. А кто будет там священником, кто будет священодействовать в этом святилище? Вот Михей посвятил своего собственного сына. Не было у Ираиля царя. Каждый делал, что хотел. Вот и Михей делал, что хотел. Не было лидера, который напоминал бы людям о заповедях Божьих, о том, как они должны жить, куда идти. И поэтому вот возникали такие странные и не вполне благочестивые. Как бы человек стремился к благочестию, а получилось не совсем то. Вот возникали такие случаи. Был один юноша, родом из Вифлеема Иудейского, из племени Иуда. Он был левит, проживающий в Вифлееме Иудейском. Покинул Вифлеем, он отправился в путь и искал, где ему поселиться. Он пришел в горы Ефрему к дому Михи. Миха и Михей — это одно и то же, просто полный сокращенный вариант имени. И Миха спросил у него, откуда ты? Тот ответил, я левит из Вифлеема Иудейского, вот странствую, ищу, где мне поселиться. И Миха сказал, оставайся у меня, ты будешь у меня священником, станешь мне как отец. Я буду давать тебе десять шекелей серебра в год, а сверх того одежду и еду. И левит остался. Вот удачный случай, какой-то странствующий левит оказался в доме Михи. Миха, наверное, сам понимал, что не очень он правильно сделал, что своего сына назначил священником, вовсе никакого не левита. Все-таки он знал, что это не соответствует повелениям божьим. И вот когда случайно постучался к нему в дом этот левит из Вифлеема, то он предложил ему, пожалуйста, оставайся у меня, видите, положил ему большое жалование, нанял этого священника десять шекелей в год, тысяча сто шекелей ушла на сооружение серебра, тридцать шекелей стоил раб, и десять шекелей в год предложил Миха этому несчастному левиту. То есть понятно, что это какое-то очень-очень скромное содержание. Кроме этих денег он его обеспечивал одеждой, едой, видимо, жильем, вот, и плюс к тому вот какие-то уже небольшие, незначительные деньги за весь год десять шекелей. И левит остался. Совсем он не знал, куда ему приткнуться, куда ему идти, что ему делать, но вот поступило какое-то предложение, и он остался. И Миха посвятил этого левита в священнике. Юноша жил в доме Михи, и Миха говорил, «Теперь я уверен, что Господь благоволит ко мне, ведь у меня в священниках левит». Вот он понял, что сын не может быть, нашел странствующего левита, точнее, левит его нашел, встречался к нему в дом, и теперь Миха был очень доволен. Он считал, что такого простого, ну, как бы, магического подхода достаточно для того, чтобы Господь ему благоволил. В чем состоит магический подход? Магический подход — это когда человек уверен в том, что он совершит некоторые действия, и в ответ на это божество или духовный мир или какие-то духи прямо обязаны выполнить какие-то просьбы, молитвы, требования этого человека вот с неким таким автоматизмом. Вот я произнес заклинание магическое, и обязательно оно сработало. Но Бог живой не таков. Бог живой не похож на автомат по исполнению желаний. Вот монеточку закинуло, оно сразу случилось. Бог слышит наши молитвы, Бог откликается на наши молитвы, но никогда не бывает, что Бог действует автоматически. Бог — не слепая сила. Бог видит устроение сердца человеческого и откликается, как свободная и разумная личность, и имеет свою волю. Вот. И мы не можем никакими действиями навязать Богу те или иные ответы на наши действия. И вот Миха, он немножко не так об этом думал. Он решил, что если он сделал святилище, и столько денег на это угрохали, и статую поставили, и, наконец, он правильного священника нашел, то вот теперь уже обязательно Бог прямо обязан к нему благоволить. Но, к сожалению, получилось не совсем так. А как получилось, об этом мы узнаем из следующих глав. А вот то, что мы сегодня читали, это была 17-я глава книги судей израилевых. Читали мы ее в переводе российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». Субтитры создавал DimaTorzok